Без участия России положить конец сирийскому конфликту не удастся. Об этом журналу Спигл заявил глава Христианско-социального союза, ХСС, Хорст Зеехофер. Без взаимодействия с Путиным ситуацию в Сирии взять под контроль не получится, отметил немецкий политик. По данным Спигл, в понедельник руководство ХСС намерено обсудить возможные пути взаимодействия с Москвой по этому вопросу. Зеехофер уже заручился поддержкой своего коллеги по партии, министра экономического развития Герда Мюллера. «Мы нуждаемся в совместной дипломатической инициативе ООН с участием России, США, ЕС и региональных держав», заявил он, предложив взять за образец переговоры по ядерной программе Ирана. Ранее глава МИД ФРГ Франк Вальтерштайнмайер предостерег Россию от единоличного вмешательства в дела Сирии с аналогичной критикой в адрес России выступал президент США Барак Обама. По его словам, попытки Москвы поддержать сирийского лидера Башара Асада обречены на провал. Обеспокоенность активностью РФ в Сирии выражал также Госдепартамент. При этом ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что участие российских военных частей в операциях в Сирии на повестке дня пока не стоит. Касаясь вопроса о наличии российской военной техники в Сирии, который вызвал бурную реакцию на Западе, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская сторона никогда не скрывала, что поставляет военную технику официальным сирийским властям с целью борьбы с терроризмом. Кроме того, Сергей Лавров уже заявлял о неоднократных призывах Москвы к международной коалиции сотрудничать с сирийскими властями под эгидой СБ ООН для борьбы с ИГ. В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят отряды боевиков, принадлежащие к различным вооруженным формированиям. Наиболее активными являются боевики ИГ и Джабхат Ан-Нусра. США добиваются отставки президента Сирии Башара Асада и в связи с этим выступают против оказания ему любой помощи. Со своей стороны Москва неоднократно призывала международную коалицию сотрудничать с сирийскими властями под эгидой СБ ООН для борьбы с ИГ. Субтитры создавал DimaTorzok